Приветствую вас, и как ни странно, письмо, которое вы написали, само отвечает на ваш вопрос. Вам сейчас так лучше, вам сейчас кажется так правильнее, вы сейчас не готовы к тем событиям, которые описываете. Вы не готовы, вы не чувствуете потребности в том, чтобы быть матерью, и это совершенно нормально. Это не слабость, это не отклонение, это желание индивидуального человека, который считает, что не поднянет ребенка. Причиной к этому служит то, что в первую очередь, что рядом с вами нет, мы жены достаточно надежные, рядом с которым вы чувствовали бы себя защищенный, уверенный в себе и четко смотрели бы в будущее. И отчасти в этом, значит, отчасти еще и безумов не хотят ребенка, что попросту сами не готовы не считать себя зрелыми, испытывать потребности. То есть вы зрелые, конечно, сами для себя, но ребенку, ребенку вы еще не готовы. И вы знаете, ну, они понимают, что общество захочет, чтобы как можно больше людей заключали башенные союзы, чтобы как можно больше женщин расширяло и так далее. Обществу это выгодно. Обществу к этому стремится, потому что и так продлевается жизнь этого общества. Это его один из основных инстинктов. Но, насколько вы являетесь человеком индивидуальным, поскольку ребенок, если он у вас появится, будет зависеть, как бы правильно сказать, от его остания, от общества. То, если вы его не хотите, если вы не чувствуете потребности в этом, то, значит, вам и не нужно рожать. Потому что ребенок не будет желанным, ребенок не будет любимым, а значит, у него будут одни проблемы. Вы будете винить его в своих проблемах и не будете его достаточно сильно любить. Ну, а он, чувствуя ваше отношение, будет видеть себя и его жизнь не принесет ему удовольствия. Потому что он будет чувствовать, что его не любили. То есть, для маленького человека очень важно, чтобы с момента появления его на свет, его уже окружили любовью. Ладно, работайте по вам, чтобы он был желанным. А если этого нет, то у маленького человека появляются и комплексы, и сомнения, и страхи, и неверно в себе, и прочее. И этого все, безусловно, он не заслуживает. Поэтому, ваше желание совершенно нормально. Оно протестовано вашим личным внутренним ощущениям. И это самое главное, потому что решать, рожать или не рожать, только вам. И никому больше, если вы не хотите, то вас никто не имеет того заставлять, никто не имеет требований. От вас рождение ребенка напротив. Напротив, если вам так удобнее, если вам комфортнее, если вам хорошо. Если вы чувствуете себя на своем месте, то ни о каких родах пока думать не нужно. И о беременности тоже. Придет время, вы захотите сам стать матерью, и тогда этот ребенок будет для вас самым желанным и самым любимым. Но, может быть, время не придет? Такое тоже бывает. И к этому надо относиться спокойно. Спокойно относиться к тому, что в жизни людей не обязательно применяются дети на определенном этапе. Бывает так, что женщины живут и не рожают детей, и живут нормально, спокойно, хорошо, счастливо и прекрасно. Поэтому, главное, слушать себя, свои желания и ориентироваться именно на них. Потому что, по большому счету, даже если мужчина будет угофаривать вас родить ребенка, а вы не хотите и вы делаете это для него, то все равно отдуваться придется вам. Рожать придется, что не вам. Сидеть с ним тоже придется и вам. Все это ляжет на ваших плечах. А мужчина, ну да, в лучшем случае будет работать, в лучшем случае будет зарабатывать деньги, помогать вам и так далее. Но все равно, она ответственность будет лежать на вас. И если вы, когда ответственность сейчас не готовы, то лучше не начинать. Лучше не идти на поваду у тех, кто говорит вам, что родить ребенка нужно обязательно, что иначе это не нормально и прочее. Это общественный стереотип, прислушиваться к которому, безусловно, не нужно. Не нужно, так как у вас есть свои личные ценности, личные идеалы и стремления. На этом все, надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Если вам это не понравилось, сделайте его лучше, пожалуйста. Буду благодарен, пока желаю вам всего доброго.